Чувашская диаспора многолика. Потомки Чуваший и вдали от исторической родины не забывают свою культуру. Чтят и приумножают традиции, обычаи народа и говорят на родном чувашском языке. В гостях у потомков ульяновских Чуваший побывала и наша съемочная группа. Сочные краски чувашских орнаментов, родные мотивы пентатоники и знакомые с детства песни и танцы. Глянешь и диву даешься. И даже не верится, что ты не в Чувашии, а в солнечном Ульяновске. Чуваший по соседству встречаются с особой теплотой. По старой доброй традиции с хлебом, солью да песнями и плясками. Ульяновский чувашский ансамбль «Реветь» пользуется здесь особой популярностью. Без них не обходится ни одно мероприятие. Занимаются они на базе Дворца культуры «Руслан». Регулярно собираются, обсуждают репертуар, составляют планы выступлений. Отрадно отметить, что руководство Дворца культуры всесторонне поддерживает коллектив. Этот коллектив можно назвать поистину жемчужиной среди подобных национальных коллективов. Потому что все годы очень плодотворно работает коллектив. Уделяет самое большое внимание репертуару. И все песни, которые звучат в исполнении коллектива, находят всегда самый теплый, самый искренний отклик в сердцах благодарных слушателей. Коллектив «Реветь» основан еще в 80-е годы прошлого столетия. Но в последние годы ансамбль заметно вырос и обогатился. Изменения произошли с приходом нового руководства. Творческим коллективом занялся известный чувашский композитор, певец Станислав Толстов. Обновил репертуар, стилистику исполнения. Совместно с Михаилом Липатовым занялся хореографией номеров. В репертуар заложил не только чувашские народные песни, но и композиции собственного сочинения. И как будто ульянские поэты ждали его. Появился Станислав Толстов, стали появляться песни на стихи наших ульянских поэтов. Вот первые песни я как помню. Так уж получилось, что Станислав Толстов, будучи уроженцем Батаревского района, связал свою судьбу с Ульяновском. Корни, наверное, тянут, признается он. Ведь Ульяновская область и большая часть Татарстана – исконно чувашские земли. Здесь проживает огромная часть нашего народа. Огромную роль в возникновении и становлении чувашской письменности сыграла Симбирская чувашская школа, основанная патриархом-просветителем Иваном Яковлевым. По сей день симбирские чуваши чтят и помнят наших предков. И, как завещал Иван Яковлев, живут в согласии с русским народом. Регина Тимофеева, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Евгений Анисимов. Республика.